Всем привет, мои дорогие друзья! Давно не появлялась я, но вот опять с вами. Такая у меня домашняя форма. Сегодня, девчонки, жду парикмахера, соседку свою. Должна привести нас всех в порядок. Поэтому вид, прямо скажем, домашний, не очень свежий. Вроде бы высыпаешься за выходные, а всё равно похож на китайца. Но, как говорит мой отец, у нас у всех татарская кровь. Наверное, ещё с иго осталось. Что, девчонки, сегодня хочу вам снять. Многие просили меня продолжить рум-тун по нашему дому. Рум-тур. И вот я, наверное, пока никого нет, моих мужичков, вам расскажу кое-что. Начинаем, ребята, вход в наш дом с входной двери. Ну, из холодного, так скажем, коридорчика, как у нас говорится в деревнях, из сеней. Эх, вы сени мои, сени, новые мои. Вот, девчонки, наши входные двери. И дальше идёт коридор. Ой, девчонки, с этими дверями целая эпопея. Выбирали мы с мужем их долго. Я, конечно, такие не хотела. По той простой причине, что пыли-то много вытирать. И вот, ребята, заказали мы такие двери. Двери белорусские. Заказывали их, привозили из Курска. Двери все одинаковые. Ну, конечно, девчонки, пыли здесь много. Чего я и боялась. Вот на этих штуках собирается пыль. Таня трёт, Таня моет. Но толку никакого. Ну, ничего. Косы муж подъел. Всё замечательно. Белорусские двери. Хочу сказать, хорошие. Коридор у нас. Вот такие обои двойные. Вы скажете, что это такое? Это мы так задумались с дочкой. Два цвета подогнали. Кому интересно, девочки. Вот ещё, не знаю, лайфхак. Это или просто... Стены-то у нас толстые. Потому что мы обделывали шрифтокартоном. И мужики, мой брат и муж придумали остатками ламината сделать вот так. Чтобы ничего не было видно. Ну, я считаю, они хорошо. Сделали всё аккуратненько. Сами, не специалисты. Быстро сделали. И достойно. Как могли. На полу у нас ламинат. А остатки его получаются вот здесь, на стенах. Всё хорошо. Живи да радуйся. Было бы здоровье. И мирное небо над головой. А всё остальное, девчонки, приходящие и уходящие. Что вам рассказывать, мои хорошие? Коридор у нас, девчонки, светлый. Большое окно. И выходит это окно в наш узенький двор. Ну, какое счастье, девчонки, что соседский дом и стена там глухая, девочки. У нас есть у друзей, например, вот так тоже выходит окно к соседям. И у них выходит окно. И получается окно в окно. Не голову пробежать. Ничего не сделать. Поэтому у нас, конечно, выгодная стена от соседей глухая. Дальше мы тут оставили тоже диван малютку старенький. Сел обусы и побежал. Со старыми дорогими сердцу вещами как-то я расстаюсь тяжело. Дальше, ребята, дань моды нашей натяжной потолочек. Здесь вам не видно. Он такой у нас снежно-фиолетовый, как бы переходит из кухни. И вот такая балочка, ребята. Эта балочка нам обошлась из полиуретана. Дороже, чем, скажу вам прямо, весь потолок. Заказывали мы ее индивидуально, потому что нужно было закрыть балку, которая от крыши, от чердака. Сделали так декоративно. Но ничего получилось. А дальше вот фенита ля комедия. Закончились у мамы с папой денежки и закончилась наша стройка. Коридор у нас теперь как кладовка, девчонки. Две морозилки здесь мы поставили. Подальше, скажем, прямо от отопления, от трубы. На них у нас тоже мои все необходимые вещи. Сушилочка моя любимая. Сухофрукты там вот видно сзади в больших баклажках. Но самая главная достопримечательность нашего коридора – это столик. Девчонки, не пугайтесь, не смейтесь. Этот столик мой самый любимый. Я, наверное, никогда с ним не расстанусь. Этот столик, она два года старше. Меня. А мне в будущем году уже полтинник. Столик этот покупали еще мои родители. Когда отец был военным, ну и так они купили столик и такой же шкафчик был. Какое качество, девочки? Что вам рассказывать? Где он только не был, куда он только не ездил, не мотался. В каких контейнерах, машинах? Целый невредим. Ну, облупился немножко, но я уже показываю, как есть, не буду ничего приукрашать. Столик этот выполняет самую главную функцию у девчонки, потому что на нем стоит вот такая советская еще лестница, которая помогает мужу забраться на второй этаж. Почему, девчонки, так не доделано? Потому что мало того, что финансы поют романсы, просто задумывается сделать все, если сразу, то хорошо. Вместо этих морозилок мы хотели поставить лестницу на второй этаж, но теперь уже подождем. Муж залазит только сам на второй этаж, ну, сын еще может залезть, я туда не лажу. Доливает воду в расширитель, всякие б.у. вещи туда заполняет. Крыша у нас из черепицы, поэтому тепло, жарко оттуда. Не то, что холод, а наоборот, даже когда солнышко идет, теплый воздух с крыши. Так что, если бы не Столик, девчонки, ну, представьте, как бы мы туда добрались. Такой высокой лестнице, потолки у нас 2,75, мы бы нигде не нашли. Другого места я для морозилок не нашла, потому что здесь свежо. И главное, сзади, за ними нет ни трубы, никакого отопления. Все-таки в прохладном месте лучше. Вот такой у нас коридор. Не доделанный, не судите строго. И доделанным он станет, наверное, когда закончит учебу дочь. Это дверь на кухню. Сразу покажу косяк, ребята. Вот уже, вот тут я повесила дверь. Она хорошая, все, но захлопывается ручкой. И чтобы сын там у себя в спальне не застрял, так мама придумала специальную тряпочку, скажем прямо. Тут обитаем мы с супругом, тут обитают дети, а здесь у нас кухня. Места маловато, конечно, кто-то скажет, потому что планировалось все-таки на втором этаже у нас две спальни. Но сейчас уже, если честно, не надо. Дочь уехала, поэтому как-то так и будем жить. Но столик, девчонки, я берегу. Дело не в красоте, а дело в функциональности. Если бы не столик, то некоторые вопросы было бы невозможно решить. Еще раз покажу вам свой ветерок, девчонки. Отличная сушилка, это не реклама, это просто достойная вещь. Она у меня уже 4 лета отпахала. Поэтому, кто задумался, покупайте. Вещь хорошая. Все, мои дорогие, показала вам. Еще хочу сказать, что вот эти стены, девчонки, пустота. Потому что вот тут идет пристройка. Идет пристройка у нас по этой балке. И все отделала с гипсокартоном. Когда отделывали, конечно же, украли немножко места. Вот где-то сантиметров по 20 все стены мы обделали. Уголок такой, девчонки, получился. Конечно, сюда можно было бы маленькую прихожую всунуть. Но не вешалку прибить, ничего тут нельзя, потому что пусто. Старый дом, бревенчатый, просто отделали гипсокартоном. Делали все, девчонки, сами. Брат и муж. И я довольна, потому что после того, как мы, скажем, прямо переехали сюда, и у нас случился пожар в старом доме, очень долго мы жили, ну скажем, не в презентабельных условиях. И когда все это поделали, поклеили, я просто счастлива. Сейчас вот зима, готовимся к Новому году. Уютно, хорошо и спокойно. Дай Бог, чтобы пожить в этом доме счастливо и без всяких плохих событий. Все, ребята, на этом буду заканчивать свой рассказ. Заходите к нам, наши двери открыты для вас. Подписывайтесь, дружим честно и не прощаемся. А с вами была Татьяна и канал Мы Листва. Пока-пока.